Я хотел бы несколько слов рассказать о... Ну, во-первых, хочу всех поприветствовать, благодарю, что пришли послушать. Я хочу рассказать вам немного о цифровых двойниках и сразу хочу оговориться о том, что понятие это очень широкое и, по большому счёту, много что можно назвать цифровым двойником. И я постараюсь всё-таки, чтобы мы разобрались, что это такое и для чего цифровые двойники нужны. Ну, вот здесь краткое содержание того, на какие вопросы я хотел бы ответить в своём докладе. Что такое цифровой двойник, для чего он нужен, когда его применяют, как его создать. Что такое жизненный цикл изделия и каковы перспективы, в какую сторону смотрят нынешние предприятия. Вообще, понятие цифровой двойник появилось не так давно, в 2003 год. И цифровым двойником называют компьютерную модель изделия, которая обладает точно такими же свойствами, как и изделие реальное. Появилось это понятие потому, что запускали объекты в космос и, по существу, не могли вступить с ними в прямой контакт и, соответственно, провести какие-то прямые измерения. Мы измеряем температуру и по температуре можем сказать, что с человеком происходит. Так вот, когда объект запущен в космос, такой возможности нет. И, соответственно, нужно по какой-то получаемой от него информации сказать, что с ним сейчас происходит. Ну и, соответственно, если с ним что-то происходит, как сделать так, чтобы это приостановить, прекратить или изменить. Ну и вот таким образом получается, что цифровой двойник – это некая компьютерная модель. И если мы прикладываем к ней какое-то воздействие, начинаем греть, ударяем, прикладываем какие-то нагрузки, вибрационные, случайные, она должна реагировать точно так же, как и изделие реальное. При этом, и это очень важно, цифровой двойник, он, вообще говоря, должен получать сигнал из изделия реального. То есть, если, например, взять авиадвигатель, который обклеен датчиками, такие двигатели уже существуют, и с них стекается огромное количество информации, и по этой информации нужно на компьютерной модели сказать, что с этим двигателем происходит. Это вот то, что называют цифровым двойником. Вообще говоря, вот один из примеров. Цифровые двойники можно использовать на разных стадиях. Ну, например, я в своем докладе больше всего буду говорить о цифровых двойниках, которые применяются не на этапе эксплуатации изделия, а на этапе, когда это изделие либо создается, то есть мы задумываем, как его создать, либо когда это изделие эксплуатируется, но наблюдаются в нем, скажем, некоторые поломки, разрушения, и необходимо разобраться, почему они происходят. Вот здесь на слайде приведен пример решения задачи о создании системы охлаждения двигателя. Какие требования предъявляют цифровому двойнику? Что такое цифровой двойник? Ну, во-первых, цифровой двойник, он должен быть похож на свой реальный прототип. Во-вторых, он должен также реагировать, и двойник должен получать информацию. Я об этом уже сказал. Вот один из примеров цифрового двойника, и речь здесь идет о модели автомобиля. И, собственно, если мы представим, что у нас возникла новая идея, мы хотим создать новый автомобиль, с чего все начинается? Все начинается с выставления требований. Каким требованиям этот автомобиль должен удовлетворять, скажем, за сколько он должен, секунд, разгоняться до 100 км в час? И традиционный путь проектирования заключается в следующем. Мы придумываем этот автомобиль, придумываем, сколько у него будет колес, где они будут располагаться, создаем геометрическую модель, ну, раньше чертежи, сейчас это 3D-модели. После этого конструкторскую документацию в бумажном или в электронном виде отдаем в изготовлении. Далее детали изготавливают, производится их сборка, и наступает этап испытаний. И вот в этом случае к этапу испытаний мы подходим с вопросом, а что у нас получилось? И чаще всего результатом этих испытаний становится то, что мы не получаем тех характеристик, которые задумывали. По одной простой причине. Дело в том, что очень сложно все предусмотреть сразу, особенно в такой сложной конструкции, как автомобиль. Что тогда мы делаем? Мы проводим испытания, видим, что характеристики не достигаются, и, соответственно, нужно это изделие исправлять. А как исправлять? Это значит исправлять чертежи, значит отдавать снова изготовление полностью или частично. Вот то, что я сейчас говорю, это так называемый традиционный путь проектирования. Новый взгляд заключается в следующем. Вопрос, можно ли провести испытание изделия, которое мы создаем, до того, как оно будет создано. Ну и вот здесь на слайде такой пример приведен. На компьютере создается модель автомобиля почти точно так же, как из кубиков конструктора Lego. Есть программное обеспечение, в котором существуют специальные элементы в виде черных ящиков, которые обладают входом и выходом. И в этой программе есть элементы автомобиля. Подвеска, рулевое управление, тормозная система. Эта программа накопила опыт создания предыдущих автомобилей. И благодаря ей к этапу предварительных испытаний опытного образца мы не подходим не с вопросом, а давайте посмотрим, что у нас получится, а с вопросом, а получается ли у нас на этапе испытаний то, что уже получилось на расчетной модели. Кому необходим цифровой двойник? Цифровой двойник, по большому счету, если говорить о цифровом двойнике изделия, он необходим инженерам-конструкторам на этапе разработки, для того, чтобы перед изготовлением посмотреть, а вообще получается или нет. Я немножко сейчас уйду в сторону. Может быть, вы знаете историю создания останковской телебашни. Дело в том, что был объявлен конкурс. Ее хотели строить 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Был объявлен конкурс. Была создана комиссия, в состав которой входил инженер Никитин. И за несколько дней до истечения сроков подачи заявок у него возникла своя идея. Он вышел из состава комиссии. За, если я не ошибаюсь, за одну ночь на нескольких листах бумаги нарисовал модель. Его идея заключалась в том, что Останкинская башня, это по существу перевернутый цветок лилии. И ее геометрические размеры, основание, центр тяжести подобраны таким образом, что ни при каком воздействии, скажем, воздействии ветра, ее центр тяжести не выйдет за основание опор и, соответственно, она не упадет. Ей вообще не нужен фундамент. И строители, когда начали ее возводить, они были очень удивлены и не согласились с этим. Он сказал, ну хорошо, делайте фундамент, как хотите, а она может стоять и так. И вообще говоря, вот его проект, его идею, никаких компьютеров, никаких новых технологий тогда не было, но ведь это тоже своего рода цифровой двойник. Перед тем, как ее возвести, он выполнил расчеты, и эта конструкция стоит до сих пор. Более того, ее основным элементом является большое количество стальных канатов, которые стягивают конструкцию, и которые во время пожара, по-моему, в 2000 году, они были практически все повреждены, и даже несмотря на это, она устояла. Так что я это говорю потому, что я рассказываю про новые программы, про новые технологии, но самые главные технологии, они все-таки здесь. Итак, цифровой двойник необходим инженерам-конструкторам на этапе разработки и потребителям на этапе эксплуатации. То есть, когда мы изготавливаем изделие, продаем, и оно начинает жить без нас, нам очень интересно получать информацию о том, что с ним происходит. В первую очередь, для того, чтобы понять, когда его пора ремонтировать, и, соответственно, предсказать, своевременно его отозвать, провести какие-то сервисные работы. И это тоже одна из мыслей, которая заключается в переходе от технического обслуживания по регламенту. Нам сказано, у многих есть автомобили, и сказано, скажем, один раз в год или через определенное число километров пробега нужно приехать в сервис, выполнить диагностику, и по этой диагностике нам скажут, что с этим автомобилем происходит. Вообще перспективой новые подходы заключаются в том, что автомобиль оснащают датчиками, и эти датчики сами сообщают на станцию техобслуживания о состоянии автомобиля, и они сообщают, когда нужно приехать, и что нужно сделать. И мысль здесь заключается именно в переходе от обслуживания по регламенту через определенное количество времени к обслуживанию просто по техническому состоянию, которое определяется за счет того, что большое количество датчиков внедрено в изделие, и они, ну скажем так, сообщают информацию в сервисный центр. Для чего нужен цифровой двойник? Ну, наверное, здесь я ничего нового не скажу. Если у нас есть компьютерная модель того, что мы хотим изготовить, или того, что уже существует, то мы можем делать с ней, проводить любые испытания, которые нам интересны, и, соответственно, в этом случае существенно сокращаются затраты на проектирование, изготовление, эксплуатацию и последующее обслуживание изделий. Как используют цифровые двойники? На цифровых двойниках проводят виртуальные испытания, и по данным полученного материального прототипа заблаговременно предсказывают, когда его пора ремонтировать. Вот здесь приведен пример так называемого краш-теста. И я думаю, что с точки зрения стоимости, какова будет стоимость испытаний одного автомобиля и какова будет стоимость испытаний его компьютерного двойника. Соответственно, конечно, вот эта картинка, она очень красивая, но могу сказать, что такую модель создать, вообще говоря, очень непросто добиться. И создают ее каким образом? Ее создают, сравнивая результаты расчета, все-таки с результатами испытаний. Но выгоды здесь, мне кажется, очевидны. Вот подобного рода испытания позволяют существенно сократить временные финансовые затраты на натурные испытания. Но сейчас так можно делать потому, что много таких испытаний было проведено, много таких автомобилей было разбито, и, соответственно, это позволило заложить свойства материалов в модели создавать и обходиться по существу без большого количества испытаний натурных. Они все равно проводятся, но их количество значительно сокращается благодаря компьютерным моделям. Ну, вот один из проектов, в котором я принимал участие, был связан с разработкой трансмиссии для нового автомобиля КАМАЗ. И на слайдах приведена не просто анимация, это приведена компьютерная модель, которая создана собственными силами, которая демонстрирует очень простой пример. Если у вас есть полноприводный автомобиль, то чтобы преодолеть подъем, обязательно следует блокировать дифференциалы. Ну, и, соответственно, эта модель, она использовалась на самых ранних стадиях ради того, чтобы подтвердить, что мы действительно движемся в правильном направлении с точки зрения создания моделей более сложных. Еще один пример, технологии, о которых я говорю, применяют и в самых современных конструкциях. В частности, программное обеспечение, там было у нас виртуальное испытание автомобиля, вот оно использовано и для создания магистрального самолета МС-21. Самые современные технологии и программное обеспечение, которое позволяет создать модель самолета из функциональных кубиков, гидравлических, пневматических, электрических подсистем, и система выпуска шасси. Применялось в программном обеспечении при создании этого самолета. Еще один пример, в котором принимала участие Ракетно-космическая корпорация «Энергия». Задача заключалась в следующем. Была поставлена задача вывести на орбиту модуль для Международной космической станции. Соответственно, перед выводом на орбиту необходимо было выполнить расчет. Вообще, удастся ли этот вывод реализовать. И задача, которая решала РКК «Энергия», заключалась в том, чтобы... Ну, то есть НАСА затребовала компьютерную модель, качество которой подтверждалось результатами испытаний ее натурного образца. То есть натурный образец был изготовлен, а потом создавалась компьютерная модель и проводились расчеты. Эта модель корректировалась до тех пор, пока результаты ее расчета не должны были совпадать с результатами испытаний ее натурного прототипа. После этого, после того, как эта цель была достигнута, модель была передана НАСА компьютерная, и дальше уже выполнялся расчет вывода этого изделия на орбиту. На этом слайде приведены результаты решения следующей задачи. Одно из предприятий изготавливает спутник. Для запуска этого спутника необходимо доставить его от места изготовления до места запуска. Соответственно, спутники это изделия очень дорогие, и запуск его очень дорогой, и никак нельзя повредить его, перевозя от места изготовления до места запуска. Что нужно сделать, чтобы его защитить? Ну, здесь, наверное, лучше всего будет привести пример с автомобилем. Когда автомобиль проезжает через яму или преодолевает неровность, мы видим, как он подпрыгивает. Подпрыгивает он из-за того, что у него есть подвеска, которая состоит из упругих и демпфирующих элементов. Упругие элементы, они смягчают удар, а демпфирующие элементы позволяют этим колебаниям быстро прекратиться. И, собственно, здесь задача заключалась в том, чтобы вот такую подвеску спроектировать для спутника. Проблема заключалась в том, что спутник изготавливается в единственном экземпляре, и проводить испытания на нем, невозможно, да, потому что можно при испытаниях его просто сломать. Возникает вопрос, как быть. Ну, и здесь выход был следующим. Была создана его компьютерная модель, то есть вот то, что изображено слева и справа, это, по существу, цифровой двойник спутника, который обладает точно такой же массой, точно такими же моментами нерфции, как и реальное изделие. И, соответственно, параметры амортизаторов, они подбирались вот на этом цифровом двойнике, и слева показаны натурные испытания изделия на подвеске, а справа показана компьютерная модель. Ну и, собственно, после того, как мы подобрали параметры подрессоривания расчетным и экспериментальным путем, мы возили это изделие и проводили испытания в условиях реальной эксплуатации. И только после того, как все характеристики подтвердили, мы дали рекомендации о том, что подвеска должна быть такой, жесткость амортизаторов должна быть такой величины, располагать их нужно определенным образом. Ну и в момент, когда мы занимались решением этой задачи, предприятие, с которым мы сотрудничали, задавали вопрос, ну что, как там вы сделали, и произносили такую фразу, что запуск спутника уже назначен, и ваша задача очень ответственная. То есть огромное количество усилий созданно на то, чтобы спутник спроектировать, построить, спроектировать специальный вагон для его транспортировки, и во всем этом, получается, очень многое зависело от нас, какие рекомендации мы дадим. Еще один пример из аэрокосмической отрасли, связан он опять же с испытаниями спутников. Я уже говорил, что спутники — это штучные изделия, и, соответственно, прежде чем вывести их на орбиту, надо убедиться, будет ли он поврежден при запуске. А как убедиться? Надо его испытать. А как его испытать так, чтобы не нарушить? И поэтому существует целая технология, согласно которой сложность заключается в том, что когда спутник начинают испытывать, его ставят на вибростенд, это вот большая красная установка на рисунке слева, его ставят на вибростенд, и оказывается, что... Ну, в общем, колебания спутника оказываются связанными с колебаниями спутника, и их уже нельзя рассматривать независимо. И, соответственно, предсказать, как эта конструкция себя проведет при испытаниях, практически невозможно. И поэтому существует целая технология, согласно которой строят компьютерную модель не только спутника, но и компьютерную модель того изделия, на котором этот спутник испытывают. И, в общем-то, вот слева приведена фотография реальных испытаний, справа приведена фотография компьютерной модели. Зачем это делают? Ну, это делают для того, чтобы добиться близости модели спутника вместе с вибростендом к реальному прототипу, провести реальные испытания, проводить уже не при полной нагрузке, а при меньшей. При полной нагрузке испытания проводятся и виртуально, а при меньшей нагрузке квалификационные испытания проводятся уже вживую, и там риск повредить спутник при испытаниях таким образом резко снижается. Вот эта задача, которой мы сейчас занимаемся, связана она с совершенствованием прибора для массового учета нефтепродуктов. И проблема заключается в следующем, что существующие приборы имеют очень высокую точность, и работает очень хорошо до тех пор, пока в нефти, которая через него протекает, не начинают появляться пузырьки газа. И, собственно, его точность резко снижается, и в этом случае вопрос ставится так, а как его нужно усовершенствовать, чтобы сохранить точность, не только когда однородная жидкость по нему течет, но и течет жидкость с пузырьками газа. И здесь, собственно, разработка идет в обратную сторону. У нас есть реальный прибор, мы начинаем проводить реальные испытания, и потом строим компьютерную модель, и на компьютерной модели объясняем, что происходит с реальным объектом в этом случае. Существует у нас в университете группа, которая занимается бронежилетом, и вот при... Это дипломный проект одной из наших студенток, и вот на защите ей задали такой интересный вопрос, вот вы проводите расчет грудной клетки, когда в нее попадает пуля, да, откуда вы брали свойства этой грудной клетки? И вот она тогда растерялась и сказала, что, к сожалению, не нашлось того человека, который бы ей предоставил материал для испытаний. Ну, могу сказать, что есть все-таки биологические материалы, не человеческие, но близкие, которые позволяют все-таки получить свойства о тканях человека, о подкожно-жировой клетчатке, ну, вот все то, что находится под бронежилетом. Еще один пример испытаний кресла оператора-трактора. Грузы на нем имитируют человека, а снизу вибростенды мы имитируем воздействие со стороны кабины. И, собственно, вопрос, на который мы здесь отвечали, мы проверяли, можно ли это кресло ставить на трактор, и достаточно ли хорошо оно защищает человека. Ну, и в этом случае ответ на вопрос, он достигался в этом случае без трактора и без человека, на вот таком, можно сказать, цифровом двойнике. Ну, и два момента, куда, на мой взгляд, движется промышленность. Вот один из проектов, который сейчас обсуждается, заключается в следующем. Есть цех металлургического предприятия, и надо, чтобы этот цех работал без остановки. Один час незапланированного простоя может стоить от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей. И, соответственно, незапланированные простои, когда вдруг у нас внезапно что-то сломалось, они должны быть исключены, иначе это грозит большими убытками. Теперь вопрос, как эти простои предсказать? Да, ну, для этого необходимо, ну, то есть проект заключается в том, чтобы оснастить наиболее критичные узлы датчиками, собирать с них информацию, обрабатывать, и заблаговременно, примерно за полгода за год, предсказывать выход того или иного узла из строя. И в данном случае задача заключается не в том, чтобы разобраться, а почему он разрушается, а в том, чтобы вовремя его заменить, поскольку узлы могут быть очень ответственными, дорогими, и их замена, она может требовать времени просто для того, чтобы его закупить, привезти и поставить на место эксплуатации. Ну, и вот один из проектов как раз заключается именно в этом. Необходимо оснастить оборудование металлургического, цеха металлургического завода датчиками, научиться собирать информацию, обрабатывать и заблаговременно предсказывать, когда тот или иной узел выйдет из строя, чтобы его заменить. Ну, и еще один из перспективных проектов, который не так давно о нем объявил Росатом, заключается он в разработке цифровой модели управления жизненным циклом атомной энергетической станции. В этом случае цифровым двойником является сама станция, и на компьютерной модели необходимо получать данные от датчиков, которые установлены на реальной станции, и предсказывать, ну, скажем, когда ее, ну, тот или иной узел пора останавливать или ремонтировать. У меня все. Спасибо. Спасибо большое. Это все должно, создается единая система, в которую включены и конструкторы, и расчетчики, и прочнисты, и финансовые службы, и те компании, которые выполняют поставку материалов и комплектующих. И все это направлено на то, чтобы как можно быстрее выпустить изделия на рынок. И вот наша промышленность, в частности КАМАЗ, идет по этому пути. А что нужно сделать, на мой взгляд, могу сказать, и это вопрос, мне кажется, больше философский. Надо, чтобы университеты и предприятия стали ближе друг к другу. И очень часто, когда приходишь на предприятие, говоришь, что вот мы умеем то, то, можем сделать это и это, часто слышим такой ответ, да, ладно, мы это уже продаем, у нас все работает, и как бы ваша наука нам не особо нужна. И только потом, когда начинаются проблемы, разрушения, прибегают нам и говорят, а вот у нас, скажите, что нужно сделать, чтобы вот эту конструкцию исправить. И мне кажется, что философский вопрос в том, что, скажем, и у университетов, и у предприятий есть свои сильные и слабые стороны. Сильная история университета заключается в том, что мы умеем проводить испытания, мы умеем строить компьютерные модели, мы умеем проводить расчеты, но мы не умеем изготавливать предприятия, наоборот. И мне кажется, что вот те предприятия, компании будут успешными, которые сумеют наладить не только взаимодействие между предприятиями, университетом по госдохварным работам, но подготовку студентов. Дело в том, что очень часто, когда мы что-то рассказываем своим студентам, они приходят на предприятие, и оказывается, что мы либо рассказали не то, либо не так, либо не рассказали то, что нужно на самом деле. Мы же в университете про это откуда можем узнать, потому что предприятия, они своя цель – выдать продукцию. Поэтому мне кажется, что успешным и в результате этого сотрудничества выиграют все. И вот мне кажется, что вот это хорошо было бы решить как, я пока не знаю. Но к этому надо стремиться, чтобы сделать университет и предприятие ближе. Спасибо большое. Да, такая проблема действительно существует. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...